Сегодня построил фейсбуке фотографию с Усиком, и в этой фотографии есть некая такая маленькая история. Мы не были знакомы до этой предстренировки в Берлине. Это было сделано во время предстренировки перед боем с Марком Хуком. Но я смотрел уже все его бои, и когда узнал, что Усик будет боксировать в Берлине, я очень обрадовался, скажу честно, потому что это очень интересный боксер, один из самых интересных боксеров, которых я вообще видел за последние годы. Поэтому мне, конечно же, хотелось увидеть его бой, тем более, что проходил в нашем лорде в Берлине. Когда мы с Усиком немножко пообщались, потом сделали фото, скажу честно, когда мы сделали фотографию, я ощутил его мощь. Потому что я видел, конечно, он на ринге, видел, как он бьет и так далее, потом смотрел пресс-тренировку. Но вот когда он с ним рядом стоит, то ощущается, что от него какая-то мощь такая исходит. И поэтому, когда вот начинают говорить, что у Усика нет акцентированного удара, что он не сможет там соперника поставить нокаут даже вот с такого уровня, как Гасси, то я могу сказать, что, конечно, обозначено и так. У него есть потенциал, есть такой удар, однозначно он есть. Вопрос, почему мы его не так часто видим, это уже вопрос каким-то может тактическим моментом во время боя, в момент исполнения ударов. Я не знаю, то здесь как бы уже надо смотреть на более-более тонко, досконально, но однозначно физический потенциал у него есть. Сможет ли Усик и Гассиев, смогут ли они в дальнейшем быть супертяжами? Гассиева я изначально рассматривал как супертяжа, потому что он очень мощный боксер. Удар у него по мощи такой впечатляющий, поэтому, мне кажется, Гассиев однозначно сможет себя супертяжем проявить. Сможет ли сделать Усик, мощь у него есть, но все-таки Усика я пока вижу больше в круизерах. Как бы вот в этом весе, где он сейчас боксирует, я его больше вижу там. Но если он нарастит, опять же, немножко веса и мышечной массы, возможно, он тоже сможет высыпать супертяж. Ну пока давайте обождем финал. Все-таки это такое главное событие в мире бокса. Его любители бокса давно ждали. Боксеры к нему давно шли и прошли, в принципе, такую непростую мясорубку. Потому что полуфиналы были действительно, и Бредисом, и Дортикас, это все-таки непростые соперники. И надо отдать должное, что и Усик, и Гассиев прошли полуфинал довольно уверенно. Хотя Бредис все-таки очень подпирался и такой бой выдался серьезный. Я думаю, что Бредиса тоже надо в будущем рассматривать как боксера, который еще не показал всего себя и который может проявить себя. И в супертяжах тоже мы видим с чаром, что он сделал. Поэтому Бредис однозначно обладает накрутирующим ударом, если он вводит в ту дистанцию, с которой он может быть опасным. И вот задача Усика была именно превратить это в бою с Бредисом, чтобы Бредис не вошел в ту дистанцию, где он может быть опасен для Усика. Та же самая история будет с Гассиевым. Поэтому я думаю, что обороне будет уделено большое внимание. Ну и Усик тоже может приготовить какие-то наработки в плане ударной техники. Поэтому однозначно он уже боксирует много лет, уже опытный боксер. Но я не исключаю, что он может привнести в свой стиль и в зрелом возрасте тоже нечто новое и в плане ударной техники тоже. А потенциал для акцентрированной техники это значит не есть.